Так вот, результаты женщины, женской роли и мужской роли, они разные. Но чаще всего у нас происходит подмена. Мальчик хочет девочку наказать в лице мамы, да? И начинает над ней издеваться, как над ним издевалась мама. Почему очень важно при разговоре мужчина представляется? Если он говорит и ничего не делает, ну не ходите вы туда. Не потому, что вы плохая или хорошая. Он просто решает свою задачу. И задача наказать маму, она горизонтальна. Это не цель. Это месть. Месть она всегда очень низменная. И она всегда очень емкая, тяжелая. И это можно делать годами. Первая, вторая, третья, пятая, десятая, двадцатая. Потому что она без конца внутри вот это вот нарастает, движок такой работы. И это такая, это так сказала, это сказала, это... И он уже не помнит, кто как сказал. Он нужно наказать. То же самое делают и девушки. Но мужчина не наказывает материально. Или, как они говорят, рога наставляют, да? Но это не задача, не решенная задача с отцом. Или не было папы, или не рассказали, или мама там что-то сказала. Или наоборот, мы берем и нянчим. Любимая тема. А то уж папу не донянчили, надо же его понянчить. Но это к цели и к семье вообще отношения не имеет никакого. Это все горизонтальные вещи, которые вы пытаетесь восполнить, потому что не осознаете движок какой. Движок только страха любой. Других нет. Восхищаться нельзя, страшась или боясь. Ну вот осознавайте. Нельзя. У нас нет понимания, сомнения будет, не будет. Мы просто знаем, что вот это мое. И не паримся. Чем больше внутреннего диалога, тем больше вероятность того, что вы решаете не ту задачу, не имеющую отношения к этой высокой цели. Дальше идем. Когда складываются результаты, следующий такой подвох. Мужчина пытается это преподнести как свое достижение, а женщина пытается оттуда хоть что-нибудь взять. Так вот, когда женщина не пытается брать, то мужчине всегда становится стыдно. Она говорит, да на. Потому что роль отдающая. Кто-то видит сразу, но кому-то нужно время. Почему женщина, она мужчину как поднимает, так и опускает. Как только у мужика, потому что они общаются, у них там свой контингент, там все свои заморочки. Они говорят, ты что, с ума с вами, кому ты что отдаешь? Ты что, да она мне... Она говорит, да иди. И тогда система переворачивается. Всегда. Как только она за что-то оцепляется, начинает обличать, да я на тебя годы положила, да я тебе детей родила. Все. До нуля. Женщина роль отдающая. Когда ты знаешь, что ты можешь, тебе никогда несложно будет что-то отдать. И тогда ты будешь самая счастливая, когда ты не будешь биться на спорте. Тем более при помощи чужих рук. Учись и отдавай. Учись и отдавай. Как только ты это осознаешь, весь мир к твоим ногам фанты. Но все сволочи, мама говорила. И надо тут заварушку сделать. Это не женщина, это маленькая девочка. Женская роль, она всегда отдающая. Всегда. Умеющая и отдающая. Потому что она знает, если я это умею, я могу и здесь отдать, и здесь отдать. И в 10 раз получу. Всегда. Это закон. Почему женщину так сейчас быстренько и опускают? Чтобы она была всю жизнь в рабынях, всю жизнь знала, что ты никто и звать тебя никак. Потому что сила, которая у женщины присутствует, она потрясающая. Она может стены раздвигать. Вот она идет, и все так. А надо, чтобы ты была тела. Чтобы тебя просто имели, ты молчала. И вот эти вот все эти товарищи, которые говорят, у меня там много чего, ходили и за счет нее утверждались. Это называется вампиризм. Я решаю свои задачи при помощи женщин, которые на меня работают. Узаконенное рабство. Но с красивой подачей. Идем дальше. Всегда это все начинается, когда нужно принимать решение. Решение можно принимать, что женщине, что мужчине, только тогда, когда идет созвучие. И, как правило, в нашей жизни всегда появляются две категории людей. Те, которые на нас очень похожи, чего мы хотим, они нам проговаривают. Или тем нужно, за кем идти и становиться таким, как он. Или таким, как она. Но людям свойственно. Мы всегда с удовольствием делаем то, что мы умеем. И потрясающее состояние. Не хочу, когда чего-то я не умею делать. Вот это называется внутреннее сопротивление. Женщина это не хочет делать, потому что ей неприлично выглядеть. Смешно? Ну как? Вдруг не получится, да? А мужик, потому что он тупо прав. И он стоит в коматозе, потому что не знает, что делать. Вот это называется у мужчин чаще всего неизвестная двигательная задача. А мы думаем, глядь, застыл монумент какой-то. А он просто тупо не знает, что делать. А у баб состояние неизвестное. Вообще зона неизвестная. Что делать-то? Сейчас они как подумают, что я тут ничего не знаю. Я пошла. Женщины сбегают всегда. Дамская комната. Ага, туда-сюда. Да, подружка придут. Ну, чтобы на кого-то перекинуть. А мужики не в ступоре стоят. Или напиваются уже попасть сразу, если туда не будет. Так вот форма воздействия разная. У них движок, а у нас надо разбираться. Мужчина – это всегда действие, а женщина – это всегда слово. Почему мы присаживаем, говорим, минуту. Что это у нас такое? Не создаем сопротивление. Понимаете, о чем я разговариваю? Кто бы ни зашел. Вот так мужчина вызывается на состояние проговаривания оппозиции. И женщине ничего делать не надо. А он, собственно говоря, никогда на эту тему не задумывался. И я не буду ночью в конвульсиях биться, потому что чушьи туда пойдут. Там вообще ничего нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!